Бывшим министром находят новые должности, а Кадыров находит новые должности для своих родных. Арестован очередной полковник, в РЖД продолжают безбожно воровать и привлекают к этому преступников в розыске. Расскажу про визит Кани Уэста в Москву, про болезнь Лукашенко и про Евро-2024, не забудем, там все очень драматично. Всем привет, меня зовут Иван Жданов, это передача «Самое важное», и как обычно в воскресенье мы подводим итоги уходящей недели. Вначале прошу вас поставить лайк, и таким образом вы поможете поддержать нашу работу. Мы для вас стараемся. А теперь поехали. Вот мы вам рассказываем почти каждую неделю про отставки, аресты, увольнения там. А что происходит с теми, кого не посадили? Куда деваются снятые с должностей чиновники? Где их серебристая гавань? А я вам скажу. Россия – страна больших просторов и больших возможностей. Так что место на чиновничьем «Олимпе» найдется всем. Что ж, в России есть такой грех. Виктория Абрамченко – вице-премьер, уже бывший. Она пробыла в команде недолго, всего 4 года. Не успела пустить корни, как ей приказали освободить место для молодого поколения. А конкретно для сына Патрушева. Это он вместо нее стал вице-премьером. Но Абрамченко на улице не осталось. Ее хотят пересадить в Госдуму. Она пойдет от Ростовской области, потому что... Потому что, наверное, Абрамченко многое успела сделать для этого края. Все так. В области она творила великие дела. Например, недавно посетила местный зоопарк и приказала там включить свет зверям. Но Абрамченко не зря тянется к флоре и фауне. В правительстве она была главной по экологии и природе. Абрамченко мечтала решить проблему свалок и провести мусорную реформу, чтобы, знаете, все было современно, экологично, правильно. Но ее усилия не то что не оправдались. Они пошли в обратную сторону. Число свалок выросло. Два года назад прирост был 30%. Ну а что касается экологии, половина российских городов как жила, так и живет с высоким уровнем загрязнения воздуха. Но это не главное. Главное, что в положении спасателя экологии Абрамченко было легко и удобно решать дела. Путину на экологию кристаллически наплевать. Внимания к ее работе мало. Делай, что хочешь. Вот она и росла, как сорняк в поле. Питалась бюджетными деньгами и время от времени изображала работу. Уверен, тем же она займется в Госдуме. Я привыкла не отступать от поставленных руководителем задач. И я не зря сравнила работу Абрамченко с жизнью сорняка. Потому что с ними как? Там, где растет один вредитель, непременно появляется другой. До правительства Абрамченко возглавляло Росреестр. Да так успешно, что ее же подчиненные накатали на нее же жалобу Путину. Как и в правительстве, Абрамченко делала ровно ничего. Постоянные сбои в системах объясняли хакерскими атаками. Хотя на самом деле просто в базах был бардак. Но еще это так. Дополнение к портрету Абрамченко она устроила на руководящую должность своего любовника Павриза Тахтасунова. По образованию он врач, но поговаривают, что он был личным массажистом Абрамченко. Человек, который официально восемь лет не работал, вдруг становится целым главой кадастровой палаты. Видимо, теперь это будущий депутат, раз его покровительница будет сидеть в Госдуме. Я не ищу оправдания и добиваюсь поставленных целей. Еще один уволенный из команды Мишустина это бывший министр спорта Олег Матицын. Рассказывать про него особо нечего. Я думаю, вы и сами прекрасно понимаете, в каком состоянии сейчас спорт в России. Его нет. Как и Абрамченко, Матицына телепортируют тоже в Госдуму. Он пойдет от Брянской области. А вот на его место, место нового министра спорта, приходит Михаил Дегтярев. Мы уже рассказывали, это уникальный персонаж. В своей жизни Дегтярев любит три вещи. Жимолость. Жимолость. А у вас есть мороженое? Да, все есть. Сейчас мороженое куплю. Баню. Коллеги, журналисты, что вы думаете насчет бани? Как будем париться и где в бане в Хабаровске? И, конечно, деньги. Кто же их не любит? Целых два раза он работал кандидатом-спойлером на выборах мэра Москвы. После успешно сыгранной роли он получал свой мешочек с золотом. Сначала ему купили дом за 100 миллионов, а потом квартиру за 25. И единственные выборы, в которых Дегтярев типа победил, это выборы губернатора Хабаровского края, где у него не было конкурентов. В то время шли протесты за Фургала, но Дегтярев буквально сказал, что выйти и поговорить с людьми это ниже его достоинства. Вот есть у вас три мнения. Мнение Путина, мнение Жириновского и мнение Хабаровчана. Вот что для вас, какое из этих мнений будет главным? А мнения всех этих трех субъектов не отличаются ни по одному вопросу. Не отличаются. Еще наш герой успел в Госдуме посидеть. Правда, на роли штатного клоуна. Дегтярев предлагал перекрасить Кремль в белый цвет, запретить доллар, ввести гост на Деда Мороза и Снегурочку, чтобы их не победил Санта-Клаус, сменить гимн России на Боже царя храни и вернуть флаг Российской империи. Сказочный. Дегтярев. Зачем его только из больницы выпустили? Сказочный. Я бы даже сказал, феерический чиновник. Может быть, его поставили министром спорта, потому что спор в стране все равно умер? Или просто по приколу? Дегтярев, конечно, хорошо прикидывается дураком, но мы-то с вами знаем, какой министр спорта в сердце навсегда. Две эти истории со счастливым концом. Для самих героев, конечно, не для нас с вами, но кое-кому везет намного меньше, особенно если этот кое-кто служил в российской армии. На неделе арестовали еще одного командира, полковника Артема Городилова. Статья хищения, особо крупный размер. Полковником Городилов стал досрочно, проскочив несколько воинских званий. На фронте он особенно отличился. Своим зверством, жестокостью, бесчеловечностью Городилов и его полк причастны к бойне мирных людей в Буче. Он казнил и убивал мирных жителей, а для Путина это, как известно, знак качества. Городилов один из немногих военных командиров, который находится под санкциями. Но теперь он не то, что в Европу не поедет, а вообще никуда не поедет. В ближайшие годы его ждет путешествие только по тюремной камере. В семействе Кадыровых череда праздников только что отгремела свадьба его дорогого сына Эли. До этого женили дрочливого Адама. А теперь Кадырова порадовал дорогой племянник 27-летний Хамзат Кадыров. Порадовал, как обычно, своими способностями к госслужбе. Хамзат стал чеченским Шойгу, секретарем Совбеза Республики. Одно волнует. Как бы новый секретарь Совбеза не надорвался. Он ведь уже советник Кадырова. Теперь два в одном получается. Общество довольно. В таком напряженном графике очень сложно находить свободное время на личную жизнь. А у Хамзата она богатая. Поездки в Дубай, как себе домой, модные бутики, встречи с селебами в перерывах, употребление наркотиков, слухи о сильной зависимости Хамзата ходят очень давно. Говорят, Кадыров переживал, что дорогой племянник передознется и просто умрет. Поэтому приставил к нему охранников, которые должны были следить за Хамзатом. Но я не знаю, может у Рамзана такие методы воспитания или это какая-то насмешка, но именно его зависимый племянник проводит беседы с людьми, которые употребляют наркотики. Такое говорили и про отца Хамзата, Зелимхана Кадырова. Тоже было известно о его пристрастии к наркотикам, так что это в какой-то мере наследственное. Да что ж тут и про Дона самого не упомянуть, тоже далеко не самый трезвый человек в мире. После волны публикации о его болезни, Кадыров подсдулся. И теперь как можно больше демонстрирует, что он в хорошем и добром здравии. А вот у кого не получается скрывать свое плохое самочувствие, так это у белорусского диктатора Лукашенко. Ему стало плохо на недавнем саммите ШОС. Он слег, едва прилетев в Астану, а на самом саммите был бледным и говорил тяжело. Вот сами посмотрите. В 21 веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный эгоистичный Запад на такое оказался неспособен. Так же, как и у Кадырова, публичные появления Лукашенко в последнее время максимально странные. На параде Победы в Москве он еле ходит и даже к вечному огню его везут на машине. Рука перемотана, как будто след от катетера. По прилету в Минск он уже не может выступать. Речь вместо него произносил министр обороны Беларуси. Лукашенко пропадает, отказывается играть в хоккей, потому что повредил колено, когда рубил дрова. Ну да, ну да. Вообще у всех диктаторов много общего. У них есть деньги, у них есть армия, они пытаются внушать страх, но нет ни одного бессмертного. Над временем они не властны. Потому о детишках они так пекутся. Как я уже сказал, их жизнь становится только шоколаднее. Рамзан детей женил, всех до седьмого колена пристроил и о деньгах конечно тоже подумал. Недавно Чечне выделили очередную субсидию от Росмолодежи. Самую большую среди всех регионов 142 миллиона. Я даже не буду отдельно останавливаться на том, что эти деньги пойдут с дятю Кадырова. Он глава Министерства Молодежи. Кадырову часто ставят заслугу то, что он отстроил Чечню после войны. Мол, разруха была. А сейчас посмотрите, какие небоскребы в Грозном. Но тот, кто это говорит, почему-то не задумывается, сколько денег сливалось в Чечню и сливается сейчас. С такими суммами можно было в каждом городе, в каждом поселке построить по дворцу из чистого золота. Ну и время 20 лет все-таки прошло, а Чечня как была бедным регионом, так и остается. Я искренне не понимаю, чем молодежь условного Краснодарского края хуже и почему именно в Чечню стекаются такие суммы. Вернее, понимаю, конечно. И там, и там люди заслуживают жить достойно. Но не везде есть такие дармоеды, как Кадыровы, которых Путин кормит уже третий десяток лет. 1520 миллиметров. Так называемая русская колея. Это единый стандарт расстояния между железнодорожными рельсами. Он используется в России и в большинстве стран бывшего Союза. Русскую колею утвердил еще Николай Первый. И в этом, что называется, виновата Америка. Стандарт ввели по совету инженера из Штатов, который рассчитывал продать России свои составы. А вот Николай Первый рассчитывал, что русская колея убережет страну от врагов. Этот расчет оправдался. Русская колея стала одним из факторов победы в Великой Отечественной войне. Из-за особого расстояния между рельсами немцы не всегда могли оперативно использовать пути для снабжения и переброски войск. Но в наши дни у этого сочетания цифр есть дополнительный смысл. Для руководства РЖД число 15-20 не просто историческая и профессиональная деталь. Это еще и символ роскоши, благополучия и космических денег. Уворовали, но миллиарды. Вы не знаете? Нет. Группа компаний 15-20. Это один из главных подрядчиков РЖД. Настоящие короли госзаказа. Какими только дорогами они не занимались. От Хельсинки до Транссиба. На их сайте есть внушительный перечень. Это далеко не все. Конечно, подряды на эту компанию не с неба упали. Да и ее основатели люди совсем не случайные. Для полноты истории нужно познакомиться с одним из них. Бизнесменом по имени Борис Уширович. И хотя бизнесмен это сильно сказано, Уширович профессиональный воришка в деле с конца восьмидесятых. Еще по молодости ему дали год условно за кражу телевизора. Свои криминальные увлечения он пронес сквозь года. Вот только аппетиты выросли и вместо условного телевизора Уширович стал воровать бюджетные деньги. Не для себя. Вернее, не только для себя, но и для руководства компанией РЖД. Вы это знаете, наверное, да? Знаю. 15-20 это не первый бизнес Ушировича. Настоящее дело его жизни это прародительница компании, группа Кум. Название тут тоже не случайно. Кум это первые буквы имен Крапивин, Уширович и Маркелов. Почти 20 лет эта троица занималась тем, что отмывала за рубежом деньги для руководства РЖД и лично Владимира Якунина. Все у них было схвачено, работало как часы. Крапивин отвечал за работу непосредственно с РЖД, поставить своего человека, заключить контракт с нужной фирмой это все его вопросы. У Крапивина было влияние на Якунина рассказывали, что в 90-х жену экс-главы РЖД похитили какие-то бандиты. А Крапивин через знакомых добился ее возвращения в целостности и сохранности. За это Якунин ему якобы обязан. Уширович кстати как раз отвечал за общение с криминальным миром. Он дружил с лидерами Солнцевской ОПГ, дружил крепко и никогда этого не скрывал. Солнцевской решали проблемы Ушировича неделикатными методами. Угрожали конкурентам, выдавливали несговорчивых и просто захватывали бизнес по требованию Ушировича. За это они конечно требовали свою часть пирога, но не сразу. К бизнесу по отмыванию денег Солнцевские присоединились, когда пару миллиардов уже были успешно отмыты. Просто бандиты не понимали о каких гигантских оборотах речь. Видимо даже для них такие масштабы воровства это что-то несбыточное. А теперь о механизме отмыва. Эта схема до ужаса примитивна. Все, кто хотел работать с РЖД, должны были выплачивать сумму в общак. Это даже не скрывалось. В 2000 году требовали 15%. Через пару лет уже 30%. А чтобы вывести деньги у Шировича подельники пользовались молдавской прачечной. Это самая знаменитая схема отмывания денег за всю историю страны. Дело было так. Одна зарубежная компания на бумаге занимала деньги у другой. Долг не возвращала и деньги требовали с поручителя. А поручителем была российская фирма и обязательно гражданин Молдавии. Спор передавали в Молдавский суд, где были куплены абсолютно все. Судьи, приставы, банки. Российской фирме приказывали выплатить долг, которого никогда не было. И все, профит, сумма отмыта. Вот уроды. РЖД и наша знакомая из группы Кум были крупными клиентами этой молдавской прачечной. Но ей также пользовалась и ФСБ, например. В 2014 году схему накрыли. Молдавия начала расследование, но российская сторона, пострадавшая сторона, тормозила процесс. ФСБшники специально тянули время. Долго отвечали на запросы или вообще не отвечали. А между прочим, по самым скромным подсчетам, молдавская прачечная отмыла 20 миллиардов долларов из России. Ну это пи***ц какой-то просто. Ну сколько можно? После скандала Якунина сняли с должности главы РЖД. А Уширович и подельники основали компанию 15-20, чтобы зарабатывать на господрядах. Через эту фирму тоже воровали. И знаете, кто в этом помогал? Всем прекрасно известный полковник Захарченко, борец с коррупцией, у которого нашли 8,5 миллиардов рублей наличными и 13 квартир. Захар Хитрый, как его называли коллеги, обеспечивал Ушировичу крышу. За это старыми добрыми взятками он получил полтора миллиарда. И когда история Захарченко прогремела на всю страну, это естественно задело нашего коммерсанта. Но Уширович успел убежать за границу, у него есть израильский паспорт, есть версия, что его преследование связано совсем не с воровством. После отставки Якунина в РЖД стали власть делить, и Уширович что-то там не поделил с РЖД. Сейчас Уширович в розыске до сих пор, хотя факт проживания вдали от родины совсем не мешает ему заниматься ровно тем же, что и всегда. Инсайдер выяснил, что Уширович по-прежнему работает с РЖД, помогает госкомпании обходить санкции, возить оборудование, электронику, и с РЖД они забыли старые обиды. У них теперь совместный бизнес. Есть еще одна причина, почему Уширович до сих пор на плаву. Он по-прежнему отстегивает деньги в общак. Только не для Якунина, а лично для Путина. Фирмы, связанные с Ушировичем, переводили огромные суммы Единой России в феврале этого года. То есть прямо в разгар избирательной кампании Путина. В общем, живет наш бизнесмен неплохо. Я бы даже сказал отлично. И только одна вещь не дает Ушировичу покоя. Он бы очень хотел сменить Израиль на Великобританию. Для этого он просит в стране убежища, намекая на то, что его преследование политическое. Ну, вы можете себе это представить? Человек, который всю жизнь занимался одним делом отмыванием денег для себя и путинской элиты, замешан в самых грязных схемах, самых громких скандалах, связан с бандитами. Более того, он и сейчас занимается буквально тем же и просит убежища по политическим основаниям. Я очень надеюсь, что у него ничего не получится. Таким людям нельзя в принципе находиться в Европе, да и в нашей стране они не нужны. Уширович и ему подобные полезны только за решеткой. Представьте себе мужика, который 20 лет прятался в бункере. Это я. Удивительно, но вы не о том подумали. Я не про Путина. Я про бывшего контролера-ревизора из Министерства финансов по Хантамансийску. Я про Юрия Чекина. Это самый разыскиваемый преступник последних лет. 30 лет назад он украл 15 миллионов рублей у нефтедобывающей компании. Что по нынешним меркам чиновников кража ну совсем крохотная. Его естественно захотели за это посадить. Но дело через пару месяцев почему-то закрыли. И Чекин стал одержим местью. Он заказал убийство прокурора, который расследовал дело. Мужчину застрелили в подъезде собственного дома. Это было в 1993 году. И видимо Чекин так вошел в раж, что в 1996 заказал убийство своего знакомого. А спустя два года он организовал еще одно убийство местного бизнесмена. После первой расправы Юрия Чекина объявили в розыск. Поэтому ему пришлось переделать съемную квартиру в бункер и 30 лет не отсвечивать. Масштабы не такие, как в путинских, конечно, но спортзал, тайник и порно-студия у чиновника были. Из дома он лишний раз не выходил, а из документов у него был только простой советский паспорт. И прятался он на самом деле у всех под носом. А местоположение знали только сын и любовница. Она же его племянница. Один раз правоохранители почти поймали Чекина. В 2018 году во время обращения к президенту и здесь надо сделать важное уточнение, судя по материалам дела, Чекин был весьма тщеславным и самовлюбленным человеком. Это объясняет, почему он отправил свою племянницу на телевидение с видеообращением к Путину. Тогда правоохранительные органы не смогли установить его место жительства. Зато в 2021 году смогли. На самом деле мужчину сдал собственный сын. Потому что ему стало обидно, что все, что отец заработал и наворовал за жизнь, он собирается делить только между собой и племянницей. За годы жизни в бункере 15 миллионов превратились в 70. Юрий занимался учетом финансов и вел налоговые дела у фирм. Вину свою он, конечно отрицает. Мол он ничего не воровал, ничего не делал, а с прокурором Бедериным вообще Юкос разобрался. Однако присяжные на этой неделе признали его виновным и теперь он будет сидеть в тюрьме пожизненно. И очень хочется, чтобы еще одного бункерного постигла как минимум такая же участь. Давайте поговорим на действительно сложная тема. Про радикальный ислам, про терроризм и про национальную политику. После теракта в Дагестане и ростовском СИЗО глава Следственного комитета Бастрыкин выступил за запрет никабов. В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты, террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты. Но они даже смогли принести свое знамя исламского террора на нашу территорию. Поэтому срочно в Госдуме надо реагировать на эти явления. Его слова вызвали противоречивую реакцию. С одной стороны, Кадыров и глава Дагестана Меликов, они просят не проводить связи между исламом и терактами. И даже министр МВД Колокольцев, который по статусу и положению в структуре на одном уровне с Бастрыкиным, он тоже выступил со словами, что преступлений мигрантов стало меньше. И речь, конечно, в первую очередь о мусульманских странах. С другой стороны, так называемые Z-блогеры, контролируемые и обласканные властью, они пришли от Бастрыкина в щенячий восторг. Примечательен сам факт, что Бастрыкин делает, по сути, политическое заявление. Как главе Следственного Комитета ему вообще не должно быть никакого дела до никабов. Но он ловит настроение Путина, чтобы быть еще немножечко поближе к нему, чтобы получить его одобрение. Посудите сами, в стране произошел ряд терактов и, очевидно, спецслужбы провалились. Люди недовольны и в этот момент растут националистические идеи, ненависть к исламу и власти в целом надо решить. Или потакать северокавказским царькам, или выступить защитником национального большинства. Как популист, Путин выбирает второе. И Москва продавливает мусульманские общины в регионах. Муфти от республики Дагестан уполномочил меня сделать заявление. Муфти, ссылаясь на обращение Министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела ФЕТВ объявляет о временном запрете наношение никабов. Кроме Дагестана никабы запретили и в Карачаево Черкесии. И заметьте, в этой развилке не было третьего варианта борьбы с терроризмом. К этому путинское государство в принципе не способно. Ведь надо, чтобы не было коррупции у силовиков, чтобы руководящие места занимали самые умные, самые опытные, чтобы в мусульманских республиках радикальные идеи не подогревались нищетой и бесправием людей. Всего этого Путин сделать не может. Поэтому выбирает имитацию борьбы и играет на чувствах большинства. Силовики же под шумок решают какие-то местные вопросы. Например, с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. На прошлой неделе в школе единоборств в Махачкале провели обыски. Эту школу основал отец и тренер Хабиба. И там же тренировался один из террористов. А затем и самому спортсмену арестовали счета из-за долгов перед налоговой. Почти 300 миллионов. Вы верите в такие совпадения? Да нет, конечно. Но и не буду говорить, как именно государство должно бороться с террором. Очевидно, что тут недостаточно базовых вещей, которые я перечислил. Вот, например, во французских университетах тоже запрещали никабы еще 20 лет назад. А с 2011 года их запрещено носить в любых публичных местах. Очевидно, что это мера популярная. Люди боятся террористов. Человек полностью закутанный в черное вызовет страх в толпе на улице или в метро. Для нас возможность видеть лицо другого человека это какая-то совершенно базовая вещь. Даже если речь о незнакомце на улице или в транспорте. Пока же государство занимается имитацией. Новые теракты они неизбежны. И обстановка будет накаляться и иногда даже взрываться. Вот в ночь на среду была массовая драка и даже перестрелка в Тюмени. Разобраться, что случилось очень сложно. Разные источники пишут о конфликте диаспор, азербайджанцев и движении русской общины. Один из лидеров русской общины бывший омский депутат Ткачук заявил, что движение не участвовало в разборке. Никаких дружинников русской общины на месте не было. Никакая община никаких там травматических пистолетов не применяла. Никто ни в кого не стрелял. Мы, конечно, ценим то, что вы уважаете русскую общину и думаете, что мы единственные, кто может постоять за русских людей. Это действительно такое уважение, такой авторитет стоит заслужить. И добавил, что все акции националисты проводят согласованно с полицией. Что, конечно, тоже важно знать про русскую общину. Это новое ультраправое движение. Они за войну, за репрессии, за так называемые скрепы, против миграции прежде всего, и участвуют в рейдах против тех, кого считают врагами. Конечно, Кремль берет таких под свое крыло. И если в драке со стрельбой в Тюмени участвовали диаспоры, то это точно можно было предотвратить. Было бы желание. Тем более известно, что перед этим были провокации и угрозы. К мечети подбрасывали части свиньи и разливали кровь. А в прошлом месяце по городу распространяли листовки с призывами рожать только чистокровных русских детей. Помните, в начале своего президентства Путин строил свою популярность на борьбе с международным терроризмом? Президент Буш позвонил мне по телефону и сообщил о том, что через час-полтора начнется операция против баз террористов, расквартированных на территории Афганистана. Вы знаете, что мы кроме всего развертываем широкомасштабную гуманитарную помощь народу Афганистана и будем наращивать усилия в этом направлении. Будем их координировать с действиями международного сообщества, с европейскими и американскими партнерами. И с этой повесткой Россия входила в G8, клуб развитых западных стран. Что мы видим сейчас? Мы должны исходить из того, что движение Талибан контролирует власть в стране. И в этом смысле Талибы безусловно для нас союзники по борьбе с терроризмом. Путин сделал нашу страну изгоем и сам занимается политическим террором внутри страны. Любые права и интересы людей топчутся в угоду сохранению его власти. Будь то социальные требования или политические интересы республик интересы конфессий право людей на свободу веры и выражения все растоптано этой властью. И ни исламский ни какой-то другой террор она в принципе победить не может. Середина лета значит обязательно что-то горит или тонет. В начале недели ураган обрушился на Петербург. Улетали рекламные щиты и куски кровли. Падали дорожные знаки и тысячи людей снимали подобное видео из окон. В Невском районе упал строительный кран. К счастью кабина была пустая и кран упал на гаражи поэтому обошлось без жертв. Выбитые окна, десятки разбитых машин, поваленные деревья еще временно остановили работу аэропорта Пулково. Но конечно главный трагический итог это трое погибших и десятки раненых. В это время в ряде регионов горят леса. В Якутии объявили режим ЧС, там площадь пожаров составляет сотни тысяч гектаров. И там как обычно не хватает ни людей ни техники чиновники даже особо и не скрывают это и тут в очередной раз задумываешься о безумных тратах на войну и о том какая армия пожарных и спасателей у нас могла бы быть должна была бы быть при нормальной власти. В Забайкале зафиксированы почти сто пожаров. Не только по количеству но и по площади это рекорд для начала июля. И тоже очевидно что власти не справляются. Где-то нет людей где-то техники куда-то тяжело добраться. Лесоохрана вообще требует системного подхода. Многое зависит от профилактики от раннего выявления источников огня. У нас же начинают шевелиться когда все уже полыхает. Поэтому увы можно констатировать на огромных площадях все это потушено не будет. Глава одного из округов края так и говорит из 18 пожаров выбрали два только их и тушим. Гибнут животные постелки горят целые города задыхаются от дыма. Пожары частично можно объяснить природными явлениями жара сухие грозы ветер но ведь еще есть происшествия которых просто не должно быть. Вот обрушилось здание дворца творчества сильно. Это город Белово в Кемеровской области. Обрушились все четыре этажа дворца детского творчества. Есть грустная ирония в том что все эти школы называли дворцами. Относятся к ним как к пристройкам для челяди. Ведь настоящие дворцы это дома чиновников и с ними такого не происходит обычно. И чтобы вы не думали что я нагнетаю это не заброшка каких у нас тоже полно в любом городе. Это действующая школа. Дыры в стенах там обнаружили еще три года назад. Ничего не сделали. Только выписали мелкий штраф директору Наталье Данилкиной бывшему депутату от ядра. Обрушение случилось вскоре после уроков. И просто огромная удача что никто не пострадал. Я уверен каждый сможет показать школы или больницы в своем городе где все осыпается. или дома в плачевном состоянии что не мешает властям регулярно поднимать тарифы на ЖКХ. Вот в Бийске люди даже вышли на пикет здесь тарифы подняли сразу на 14% среди лозунгов один из самый правильный где обвиняют не только губернатора но и Путина. А самый высокий рост за Байкалия тарифы с 1 июля там выросли на 15%. При том что регион находится на 57 месте в рейтинге по доле населения за чертой бедности 16% официально. Если называть вещи своими именами то конечно это не черта бедности это нищета. Практически то же место в рейтинге занимает и Калининградская область. Это тоже один из регионов с максимальным ростом тарифов. И как тут не вспомнить уже бывшего губернатора Алиханова. Отдельные немцы которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры счета оплаты ЖКХ за 4 месяца в Калининграде это как один месяц где-то в Дюссельдорфе или Гертул. И вот интересно а почему он не захотел сравнить зарплаты с немецкими? Вот на экране регионы с самым высоким ростом тарифов на отдельные услуги до 23% И кто-то может скажет мне это популизм ведь растут ведь не только тарифы растут и зарплаты Всемирный банк даже включил Россию в число стран с высоким уровнем доходов населения Они выросли и составляют уже больше 14 тысяч долларов в год на человека И многие явно подумали как же так какие высокие доходы где же они у кого А все дело в том что Всемирный банк считает доходы и в его формулу включен ВВП страны Он в России искусственно вырос за счет военных расходов Произвели танк Он ездит где-то по Украине А может уже сгорел Но точно танк не сделал ничью жизнь лучше и богаче А номинальный ВВП в России при этом подрос Так что даже согласно данным Росстата при ВВП больше 100 тысяч на человека зарплата у людей в два раза меньше В среднем 53 тысячи рублей Но и этой цифры доверия нет Помните как Алексей Навальный по всей стране ездил и спрашивал у людей какие у них зарплаты честно скажите подумайте какая зарплата у вас у ваших родителей у родственников и всех остальных и скажите мне по вашему мнению какая средняя зарплата в городе Челябинске ведущим из городов России какая 15 сколько 20 25 20 13 12 не может быть 12 за полный рабочий день за месяц за полный рабочий день кто больше 25 я слышал максимум 27 это повторялось в каждом городе при открытии штабов и во время встреч со избирателями и получается что про зарплаты власть и тогда и сейчас просто врет рисует красивые цифры эта ложь моментально разбивается когда люди не молчат об этом когда говорят как есть что жизнь очень бедная что власть обворовывает людей что постоянно врет про наши зарплаты и при этом не забывает исправно повышать тарифы вот вы меня спросите где черти водятся а я вам отвечу понятное дело на западе они водятся там полная безовщина там бал сатаны одно чего только евровидение стоит ну и к нашей стране сатана подбирается у нас то и своих чертей было полным полно страна у нас большая широкие поля покрытые белесами туманами в тихих уголках лесных и на болотах чертей полным полно тут и рассуждать не о чем но то в лесах а что в городах тут ведь даже в городах столичных какой-нибудь чертяга возьмет да и охмурит не только по весу молодого но даже родителя который и не заметит что натворил с детенком своим да что вот эти атрибуты сатанизма продаются в свободной торговле можно рожки можно там еще чего-то такое приобрести и к сожалению это пользуется спросом у родителей а вот возьмем старинный город Суздаль где каждый камень пропитан летописью где соборы и монастыри возвышаются над тихими улочками как святые покровители и там черти не без дела даже там до чего все это доходит и сказать-то страшно до какой немыслимой ереси чуши и прости господи сатанизма доходит и тут решили положить этому конец чиновники церковные первые в колокол забили не справляются мол сами пора конец этому делу законодательный положить все это сегодня у нас никак не запрещено считая что сатанизм должен быть сегодня объявлен международное движение сатанизма должен быть объявлен экстремистской идеологии деструктивной идеологии и они были услышаны в государственной думе конечно там на этой неделе провели круглый стол на котором все эти насущные вопросы и решались решение было очевидным и лежал прям на поверхности и как только раньше оно в голову не приходило надо просто запретить чертовщину и все тут мы готовим заключение для верховного суда чтобы наконец-то сатанизм признали международным экстремистским движением точнее международное движение сатанизм как экстремистской организации вот так вот будет звучать ну правда пока только подготовят документики для верховного суда но это дело недолгое кстати стоит ли и говорить что сатана с Украины к нам лезет и вообще еще с великой отечественной там сидит вы знаете метастазы которые из Галичины пришли в всю Украину заполнили ее просто вот метастазами они дали такие корни которые очень трудно будет вырвать но вообще удивительно что Гоголя еще не вспомнили ведь он прям так и писал что черти возятся где-то близ Диканьки а это Диканьский район Полтавская область между прочим Украина но к счастью есть депутаты госдумовские и ясное дело что всякой безобщине разноранговой от чертят мелких до сатаны крупной конец пришел Эй сатана а ну полезай ко мне в карман И теперь станут города русские свободные от всякой нечисти Кстати упомянутый город Суздаль скоро будет тысячелетие свое отмечать Тут уж без всякой иронии скажу что красивейший и замечательный русский город Отмечается уже праздник масштабно хоть и опять же не без мистики разной Например программе мероприятий можно встретить русальные выходные Это когда русалки из рек и озер выходят в среде людей погулять Русалок еще не запретили Хотя могли бы А то вон на западе уже русалок чернокожих делают Что это как не сатанизм Ладно сейчас этим великим госдумовским умам возьму и подскажу Возьмут и запретят они А праздник то хороший Но вот прям во время празднования тысячелетия Суздаля недалеко от города располагается детский лагерь но необычный Это лагерь спецназа Дети от 8 до 17 там стреляют из оружия копают окопы управляют дронами В общем по полной программе готовятся убивать и быть убитыми За это безумие родители платят по 40 тысяч рублей В Суздале на этой неделе лагерь закрыли так как лицензии не было Но такие лагеря есть по всей России и работают уже несколько лет и закрывать их никто не собирается Чудные дела конечно творятся на Руси нашей Вот уж действительно вся реальная чертовщина повылазила и конца и края этому не видно И все бы это было смешно и весело Но не смешно не весело потому что идет война люди в тюрьмах сидят а с детей делают солдат И опять наша многострадальная страна страшно заболела и лечить ее некому Российская пропаганда тратит гигантские ресурсы на то чтобы доказать насколько наша страна отличается от стран загнивающего запада Ведь у нас духовность ценности традиция Россия это такой последний островок нормальности Россия это последний оплот традиционных ценностей Благодарить Господа за то что мы живем в реально свободной стране У нас свой уникальный путь А вот на западе только разврат и деградация Шесть или пять полов напридумывали Я вот трансформеры трансформеры Я не понимаю что это такое Опять мы сражаемся за человечество какой раз в истории Опять мы проливаем русскую кровь И которые прямо ведут к деградации и врождению поскольку противоречат самой природе человека Но стоит только приехать в Москву мировому артисту и все меняется Общественность в экстазе На целые сутки приехала звезда Посмотрите никакой изоляции России СМИ пестрят заголовками Пропагандисты половину эфирного времени обсуждают каждый шаг и чих артиста А фанаты весь день стоят у отеля На третий год войны некоторые уже видимо забыли как выглядят их западные кумиры что были готовы принять обычного темнокожего туриста за рэпера с мировым именем Недавний ажиотаж Z-общественности по поводу приезда Такера Карсона перебит В прошлые выходные в столице оказался американский исполнитель Канни Уэст И несмотря на его заявление что он хотел бы пообщаться с Путиным и что он классный чувак причина визита была в другом Он прилетел с частным визитом всего лишь отмечать день рождения главного дизайнера своего бренда Изи Гоши Рубчинского Мы узнали буквально каждую минуту из поездки рэпера что он ел как катался на яхте когда улетел и даже главный идеолог русского мира Дугин заявил что Канни вообще-то идеологически наш Интересно по каким из высказываний артиста он сделал такой вывод Может когда рэпер говорил что симпатизирует Гитлеру или когда публикал у себя в Твиттере свастику со звездой Давида из-за чего его заблокировали Музыка недолго играла и идеологически наши быстро снова стали ваши Оказалось что в песнях Канни с последнего альбома есть много скажем непристойных вещей в том числе про войну в Украине На это обратила внимание ультраправый из 40-40 и написали на рэпера донос Так что будь ты хоть российской хоть западной звездой от защитника в духовных скреп никто не застрахован Сам артист я думаю не сильно расстроился если вообще про это в курсе И даже такой частный визит пропагандисты умудрились приплести к политике Благодаря приезду Канни у них появился новый гениальный план как победить в войне с западом Поставить Америку да и весь мир на уши один человек из России может Он в принципе это и делает Только проблема не в его рэпе Хотя его он зачитывает с бумажки так что закачаться можно Я девочка припевочка танцую и пою Я Ленина не знаю но я его люблю Вот К концу близится Евро 2024 и в следующие выходные мы узнаем какая футбольная сборная станет сильнейшей в Европе Но уже сейчас можно сказать что этот чемпионат заполнится нам многим Например в этот раз на Евро дебютировала сборная Грузии Само попадание страны на соревнования уже историческое достижение А групповой матч с Португалией вообще стал сенсацией Грузины обыграли соперника со счетом 2-0 и вышли в плей-офф В Тбилиси гуляли всю ночь Даже не важно что после матча с Испанией сборная вылетела из турнира Грузия покорила многих болельщиков и подтвердила что не просто так оказалась в этот раз на Евро А грузинский вратарь Георгий Мамардашвили после выхода Грузии продолжает лидировать в рейтинге вратарей с большим отрывом За все у него было 29 сейвов Национальную сборную во вторник встречали всей столицы и десятки тысяч людей вышли на акцию в центре города чтобы поприветствовать игроков которые вернулись из Германии Благодаря им город несколько недель был погружен в атмосферу праздника Но если для кого-то выступление на Евро стало дебютным и весьма успешным то для некоторых старожилов чемпионата он дается нелегко Речь конечно про Криштиану Роналду Даже несмотря на то что он рекордсмен по количеству голевых передач в матче со Словенией он был буквально в шаге от одной из своих самых неудачных игр в карьере Сборная дотянула аж до серии пенальти а могла завершить матч еще в дополнительное время но Роналду не смог забить одиннадцатиметровый и реабилитировался только в серии пенальти так мы получили Португалию в четвертьфинале и очередной мем с плачущим Криштиану подтрунить над Роналду решила и британская Би-Би-Си после незабитого пенальти они повесили плашку где изменили имя футболиста на Местиано Пенальдо то есть как бы промазал пенальти но чтобы к скандалам на поле не добавились драки за пролитое пиво среди фанатов компания Ханкин запустила его страхование в Великобритании теперь в пабе можно отсканировать код заполнить специальную форму и получить бесплатную пинту пива взамен правда сборная Англии пока играет достаточно скучно чтобы на ее матчах что-то проливали тут выдающийся расследователь Христо Грозе опубликовал очередное замечательное расследование о том как наши спецслужбы пытаются использовать дезинформацию против оппозиции речь идет про службу внешней разведки одна из операций службы с кодовым названием проект ледоруб задача дискредитировать банкира проживающего в США сделать его не рукоподатным а жизнь невыносимой задача СВР была поставлена серьезная деньги выделили огромные 300 тысяч долларов в месяц можно потратить и больше но охватить нужно 600 тысяч человек то есть почти каждого жителя города Бостон где жил этот банкир и спрашивается а кому же этот банкир так дорогу перешел что нужно против него такую дорогущую компанию устраивать а все просто это человек который помогает фонду борьбы с коррупцией бывший банкир Александр Железняк но самое смешное в этой истории то что Александр даже не заметил кампании по его дискредитации а вот мы заметили на протяжении нескольких лет какие-то пропагандисты пытались привлечь внимание к таинственному банкиру что это чуть ли не какой-то зловещий американский кукловод из Америки но самое интересное что и совсем не публичный человек Александр Железняк вдруг взял и заинтересовал например главу эхо Москвы Алексея Венедиктова он все очень хотел найти каких-то агентов среди оппозиции и я нащупал некоторые узлы и получил некоторые документы и готовлю собственно говоря эти документы а потом про неизвестного Железняка начал спрашивать и известный в ютубе блогер Максим Кац конечно обвинять кого-то бездоказательно нельзя но тут простые вещи есть заказ от службы внешней разведки поливать по-моему одного человека достаточно малоизвестного есть люди которые берут и вспоминают об этом человеке поэтому делайте выводы как говорится сами а теперь у меня к вам серьезный вопрос поставили ли вы лайк этому ролику потому что это очень поможет его продвижение и вообще спасибо огромное что смотрите нас каждую неделю с вами был Иван Жданов увидимся в следующее воскресенье субтитры